Илья Добротвор с нами уже на связи, главный редактор издания «Белорусская правда». Илья, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Самопрозглашенный президент Лукашенко, именно так я бы его называл, он уже в седьмой раз собирается баллотироваться в президенты. Я понимаю его желание, все понимают его желание быть и далее у власти, далее продолжить репрессии, уничтожать тех, кто выступает против него. Но неужто тем гражданам Беларуси, которые остались в стране после событий 2020 года, они вот так легко возьмут и примут по факту продолжение диктатуры? Ведь это же даже сам Лукашенко не скрывает. Напомню его высказывание о том, что он неоднократно обращал внимание, что если он не президент страны, он находится в тюрьме, он это прекрасно осознает много лет. Ну и также выборы в Беларуси имеют такую специфику, что после таких мощных кампаний, как в 2010 году, идут такие слабенькие, вялые кампании в 2015 году, которые не вызвали никакого протеста, ни интереса со стороны белорусского народа. И потом новый всплеск 2020 года. Скорее всего, если оценивать реально перспективы, ничего не будет. Лукашенко также останется у власти. Он очередной раз, шестой раз, потому что одни выборы все-таки он реально выиграл, шестой раз станет самоназначиться. Поэтому никому эти выборы не будут интересны. Не будет каких-то ярких оппозиционных кандидатов. Мы видим, что и российские власти учатся у Лукашенко и просто не регистрируют опасных, по их мнению, конкурентов. То же самое будет и в Беларуси. Никуда он не уйдет. Лукашенко уйдет только вперед ногами. Это понятно. Он будет цепляться за власть, держаться всеми правдами и неправдами. Попытается как-то оставить власть внутри семьи. Но Лукашенко никому не доверяет, поэтому никакого преемника не будет. Это очевидно. Мы видели пример Казахстана, где операция преемника, можно сказать, абсолютно оказалась неуспешной. То есть она провалилась. И Лукашенко на этот риск не пошел. Когда Путин делал рокировку с Медведевым, Лукашенко на тот момент юридически был в такой же ситуации. Но он не рискнул тогда, в более спокойные годы, провести операцию, хотя бы временную, с преемником. Поэтому я не думаю, что сейчас что-то поменяет. Илья, а можем ли мы сейчас составить какое-то впечатление о том, кто будут еще кандидаты, возможно, в президенты Беларуси? Сколько их будет? И доживут ли они до выборов? Да. В том числе. Безусловно, давайте начнем с тех, кто доживет. Безусловно, это Олег Гайдукевич, который как бы либерально-демократическая партия Беларуси, который представляет такую, я бы не назвал это оппозиции, но такую вот, что-то такое, что можно продать, попытаться продать Европе как оппозиционную беларускую партию, но тоже маловероятно. Потом достаточно посмотреть список партий. Понятно, что, скорее всего, они по согласованию с Лукашенко выдвинут каких-то спойлеров ему. То есть это Коммунистическая партия Беларуси и Партия Труда и Справедливости. То есть, ну, в принципе, четыре конкурента у него теоретически может быть. Ну, как минимум, я думаю, будет два. Не будет такого всплеска самовыдвиженцев, как на предыдущих выборах. Не будет какой-то попытки даже, я думаю, реальных политиков поучаствовать в этой кампании. Потому что, ну, всех собьют на взлете, никто не даст повторить ситуацию 20-го года. И власть не сделает такую ошибку, как с регистрацией Тихановской кандидатом в президенты, безусловно. То есть власть тоже учится на своих ошибках. Будут абсолютно стерильные выборы. Примерно то, что вы сейчас видите, проходит в Российской Федерации, абсолютно то же самое пройдет в Республике Беларусь. То есть, ну, просто менее интересно, менее, как бы, для мира заметно. Ну, Лукашенко назначил себя в очередной раз. Ну, окей, ну, что сделать. И также, позвольте уточнить, если в дальнейшем Лукашенко будет баллотироваться в президенты, может ли быть усиление репрессий внутри Беларуси уже после его так называемых перевыборов? Ну, за взлетом репрессий, которые, ну, сейчас можно говорить о том, что мы на пике репрессий. И, безусловно, до выборов ничего останавливаться не будет. Будет продолжаться бесконечный, бесконечный вот этот конвейер. Будут, насколько мне известно, там список из более, там, ста тысяч белорусов, которых, как бы, так или иначе участвовали в протестах. Постепенно будут прорабатывать этот список, будут постоянно сажать. То есть народ будет держать в страхе, безусловно. В страхе будут держать тех, кто уехал и у кого осталась какая-то родина, то есть родственники, но уже, как бы, в Беларуси. Будут пытаться сделать картинку, что те, кто уехал, что-то пытаются сделать. Хотя это неправда, ничего тут особо, находясь за границей, ты никак не можешь повлиять на ситуацию фактически в стране. Поэтому, ну, сделают, конечно, пугающую, такую пугалку для тех, кто остался, что там готовятся серьезные какие-то вещи. Но мы все умные, те, кто умные люди, они понимают, что такое количество экстремистов, которых делает белорусская держава, а сейчас и российская. То есть, ну, они просто дискредитировали это слово, понятие экстремизм. То есть человек, который написал комментарий или высказал свою точку зрения, не может являться экстремистом. Он просто говорит то, что думает. К сожалению, сейчас там задонатил какие-то деньги в помощь белорусам, пострадавшим от режима, и получил пять лет. Ну, сори. Ну, какой это экстремист? Илья, если учитывать ту степень интеграции, которая сейчас есть у Российской Федерации в отношении Беларуси, то насколько велико влияние кремлевских политехнологов на будущие выборы, ну, я так думаю, корректно сказать, так называемые выборы президента Беларуси, насколько России выгодно удержать Лукашенко при власти? Либо тут Лукашенко достаточно самостоятельно и может сам решить такие проблемы? Ну, дело в том, что России просто не на кого его заменить в Беларуси. Нету фигур, как бы, ну, даже гипотетически, которые могут заменить. Есть там, напомню, что даже российская, пророссийская, так называемая, сетка, она подвергается репрессиям в Беларуси. То есть сотрудничество с Россией Лукашенко, это прерогатива Лукашенко. И поэтому всякие активисты сейчас активно пророссийские судятся, идут процессы. И, то есть, соответственно, как бы, ну, сами политтехнологи российские не участвуют обычно в наших выборах со стороны действующего режима. Возможно, какие-то консультации проходят, но не так активно. Если говорить об альтернативном пророссийскому кандидате, то мы знаем, что Лукашенко может пойти на экстренные меры, не оглядываясь на Россию, если он видит, что реально создается угроза его власти. Также напомню, что в один, ну, в один из электоральных компаний Лукашенко, компания Лукашенко вел политтехнолог с Англией. То есть я не исключаю в том, что будут куплены какие-то европейские политтехнологи на эту компанию со стороны Лукашенко. Вот. Ну, так, участвовать, чтобы Россия... У России сейчас слишком много проблем, чтобы лезть в белорусские тематы, что-то раскачивать там. То есть я абсолютно не думаю, что сейчас есть смысл менять шило на мыло, ставить какого-то человека своего, когда есть, в принципе, Александр Лукашенко, с которым работа налажена, по понятным правилам, которые уже за 20, там, фактически 30 лет уже устаканились. То есть, ну, они понимают, что ждать от него, фактически, и зачем им менять? Нет смысла им для замены абсолютно. Ну, это как мне кажется. И на завершение, позвольте у вас уточнить. Сейчас очень активно на европейских площадках работает белорусская оппозиция. Недавно удалось пообщаться, взять большое интервью у Светланы Тихановской на полях Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Она очень четко уже обозначила и очень четко везде озвучивает месседж, нарратив о том, что Беларусь сегодняшнюю во главе с самопровозглашенным Лукашенко не стоит воспринимать уже как независимое государство. Фактически, Беларусь сейчас оккупирована Путиным. Имеется в виду и территориально, и по влиянию. Насколько это опасно в стратегическом плане? Я имею в виду вот эта оккупация Путиным и Лукашенко, как якобы президента, и территории в целом, как плацдарма, что ли? Тут, на мой взгляд, скорее можно говорить не об оккупации, просто когда мы говорим про оккупацию, мы пытаемся скинуть ответственность за все, что происходит на территории Беларуси, на вот это вот гвалтовное просто нападение территории на Украину. Мы пытаемся, белорусские политики, понятно, белорусы, я как бы хотим, мне очень бы хотелось переложить ответственность на кого-то, на Россию, на ту же, но это не так, на самом деле мы несем тоже ответственность за это, белорусы, я имею в виду, за то, что творит Лукашенко, просто потому, что мы позволили ему это сделать и позволяем. Тут скорее идет речь о зависимости от Российской Федерации, режима Лукашенко, о спонсировании режима, но если говорить о оккупации, должно быть много российских войск, российские патрули на улицах, этого нету, и Лукашенко должен, как бы, как генерал-губернатор, бегать за разрешениями в Москву, что чего тоже нет, он достаточно проводит политику про свою, как бы, нельзя сказать, что он вот просто каждый шаг с Путиным там согласовывает, абсолютно нет. Как и Путин, на многих вещах, мы знаем, что он ставит просто перед фактом Александра Лукашенко, никакого взаимодействия нету, даже не доводится, как бы, для генерал-губернатора там какие-то указания, просто, как бы, ну, маем то, что маем, как бы, вот и произошло что-то, и, как бы, Лукашенко становится перед фактом. Я напомню, что Лукашенко достаточно успешно выкидывал со стороны и российских послов, которые были, проводили такую деятельность, которая, скорее напоминала аудит территорий, за которые он был генерал-губернатором. Вот, безусловно, России хотелось бы найти кого-нибудь такого абсолютно пролояльного России, но Лукашенко тоже не дурак, он, как бы, таких людей тоже чистит, тоже убирает из системы, и совсем уж пророссийским быть, ну, просто опасно в Беларуси. Как бы, и как Лукашенко тоже говорил, у нас в стране один политик, это я, остальных политиков нету ни с какой стороны. Вот. Илья, спасибо вам большое, что к нам присоединились, туда, наверное, стоит действительно отметить, что в вопросе пребывания беспрерывного при власти Лукашенко Путина достаточно серьезно переплюнул, как бы, нет оснований считать, что седьмой раз он не пойдет на выборы и просто отдать свою власть. Илья Добротвор, главный редактор здания «Белорусская правда», напомню, присоединился к эфиру «Фридом». Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.